Добрый день, Владислав Лагун, управляющий филиалом Тюрих и заместитель генерального директора по работе с ключевыми клиентами. Шоколад, часы или горы? Что является главной визитной карточкой Швейцарии? Я бы сказал часы, поскольку они представляют собой символ швейцарской прагматичности и точности в работе. Какие логистические преимущества дает Швейцарии стратегическое расположение в центре Европы? Швейцария ограничит с Германией, с Италией. Между этими странами проложена довольно обширная железнодорожная ветка и по ней идет довольно большое количество грузов. Этим пользуются швейцарские логистические компании, которые на этом сегменте очень сильны. А также я бы назвал терминальный мысносив Базели на Рейне для перевозки грузов высокогабаритных и массовых насыпных посредством барж. Какой город – столица Швейцарии? Государственный язык Швейцарии. Столица Швейцарии – Берн. В Швейцарии уникальная ситуация, где в стране четыре официальных языка – немецкий, французский, итальянский и ретро-романский. Основные трейдлейны для перевозок в и из Швейцарии? В первую очередь это прямые соседи – Германия, Франция, Италия, Австрия. Также можно назвать Соединенное Королевство из Соединенных Штатов Америки. На этих трейдлейнах как по импорту, так и по экспорту – это основные торговые партнеры Швейцарии. Какие категории грузов пользуются наибольшим спросом на швейцарском логистическом рынке? Это товары химической промышленности, это фармацевтические продукты. Также можно назвать отраслью металлургии, электротехнику, машиностроение. Помимо этого, также, конечно же, дорогостоящие грузы, часы, золото, одежда и люксусные аксессуары. Среднее количество заказов в год. Группа компании Astra за прошлый год оформила порядка 2000 заказов по экспорту и импорту в Швейцарию. Какие тренды в логистике останутся в отрасли надолго? Многие ключевые клиенты располагают свои центры по логистике в Швейцарии. Поэтому здесь можно сказать, что со стороны этих клиентов идет большое давление на прозрачность перевозок, визибилити. Они хотят знать, где, когда находится груз и когда можно ожидать его прибытия на свои склады. Они используют эту информацию, чтобы затем оптимизировать свои логистические процессы. В чем ключ долгосрочного логистического партнерства? Я бы здесь назвал отношения между, с одной стороны, лицом, принимающим решения по закупке, лицом, принимающим решения по ежедневному планингу перевозок со стороны клиента, и ключевым, и ки-аккаунт-менеджером с нашей стороны. Если на этом уровне установилось прочное и доверительное отношение, и идет открытая коммуникация, то можно справиться с любой проблемой, и возникает очень много возможностей для дальнейшего развития. Продолжение следует...